Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, с чего стоит начинать процесс инструментовки. Прежде всего, эта информация будет относиться к обучению инструментовки в музыкальных колледжах, но, в общем-то, она будет иметь место и для студентов высших учебных заведений на начальном этапе их освоения данной дисциплины. Большинство студентов, приступая к инструментовке, сталкиваются с одной весьма существенной проблемой, которая имеет под собой, скорее, даже психологическое основание, чем основание именно техническое. Студента пугает большое количество пустых строк в оркестровой партитуре или партитуре, рассчитанной на большой ансамбль. Обращаясь к фортепианному главиру, то есть к фортепианному сочинению, которое он инструментует или оркеструет, он видит, насколько мало нот использовано в ткани фортепиана. Это три или четыре голоса одновременно звучащих, иногда даже и меньше, и он видит колоссальное количество голосов, пока что пустых, незаполненных, которые ему предстоит каким-то образом заполнять. И не столько от лени или нетрудоспособности студенты зачастую впадают в ступор и без дополнительных разъяснений педагога просто дальше не могут сдвинуться, даже если до этого они успешно справлялись с инструментовкой на малые составы. Как решать эту проблему? На самом деле у решения этой ситуации есть вполне корректный алгоритм работы. Первое, с чего нужно начинать такого рода инструментовку, инструментовку, замечу, именно учебную, причем учебную на раннем этапе обучения дисциплине, это инструментовка басовой линии. Как правило, в любом составе басовых голосов не так уж много. И вычленить басовую линию из фортепианной ткани тоже несложно. И, соответственно, исходя из динамических особенностей, то есть из характеристик громкостных, выстроить определенную линию в партитуре, состоящую только лишь из басовых голосов. С этим справляются даже самые студенты неподготовленные, потому что на самом деле это очень просто. Никакой проблемы здесь нету, тем более, что педагог, осознавая уровень своих учеников, всегда старается подбирать произведения на инструментовку, соответствующую их возможностям. После того, как ученик вычленил басовую линию и оркестровал ее, следует приступать к оркестровке линии мелодической. Здесь все будет посложнее, потому что далеко не всегда верхний голос – это голос мелодический, и инструментов, которые могут исполнять мелодическую линию, больше, чем тех, которые могут играть линию басовую. Но здесь все равно запускается работа. Я разрешаю своим студентам, если они не справляются самостоятельно просто расписать мелодическую линию в оркестровой партитуре, пропускать те такты, которые они не знают, как решить. Речь, естественно, пока что идет о разметке. То есть они не выписывают все это нотами, они прописывают, какой инструмент что и как будет играть в ксерокопии фортепианных нот. Там, где они не знают, что кому отдать, пускай они предлагают педагогу несколько вариантов решений, и педагог подскажет студенту, какой из этих вариантов наиболее приемлем и по какой причине. Таким образом, у нас уже в разметке изготовлена с одной стороны полностью прочерченная басовая линия с подключением и отключением голосов, исходя из громкостных характеристик музыки, и очерченную контуры линии мелодической. Тоже в соответствии с характером музыки и с ее громкостью. После чего остается не такое уж большое количество незадействованных инструментов, и студент уже самостоятельно начинает предлагать, где оставшиеся средние голоса отдать, в какие группы. То есть активность со стороны студента, его инициатива после прописанного контурного двуголосия значительно возрастает. Если работа шла не в разметке, а уже в партитуре, в партитуре писать актуально лишь в том случае, если она набирается на компьютере, потому что переписывать многократно от руки партитуру я не вижу ни малейшего смысла. Проще это тогда делать именно в разметке. Разметка, это у нас получается клавир, с точностью подписанными либо четким почерком, либо разноцветными карандашами, обозначенными там инструментами, инструментальными группами. После того, как эта работа завершена, студент относительно легко заполняет средние голоса, и самое главное, что блок, который мешал ему расписывать партитуру с клавира, в котором малое количество голосов, обычно снимается полностью. То есть последующие варианты работы с фортепианными нотами, их переложение сразу же на большой состав исполнителей, в том числе и сразу же в партитурии, уже особых проблем, по крайней мере, проблему ступора не вызывает. То есть студент работает по этому же раз и навсегда, проторенному алгоритму, проторенной дорожке, прописывает басовый голос, исходя из его динамических характеристик, мелодический голос, и далее распределяет средние голоса, которые на самом деле могут звучать не только ниже мелодического, но и выше. Плохо, когда они звучат по мелодическому голосу, мешая ему звучать. И здесь тоже имеет смысл сразу же, очевидно, обозначить один важнейший момент, который указывал ещё Сэмюль Адлер в своей «The Study of Orchestration», о том, что в наибольшей степени мелодический голос считывается в том диапазоне, в котором мы либо говорим, либо хотя бы теоретически можем петь. Всё, что находится выше или ниже этого диапазона, не будет мешать хорошей очерченной прослушанности мелодической линии. То есть какие-то средние голоса могут удваиваться и над мелодией, если, конечно, они не следуют с ней эквиритмически и не создают не ту последовательность аккордов, то есть не создают неверное, несоответствующее клавиру мелодическое расположение аккордов. Вот такая, в общем-то, простая процедура позволяет студентам достаточно быстро вливаться в инструментовку на большие составы и педагогам решать эту проблему в течение ну, одной, двух, максимум трёх недель занятий по инструментовке. Повторюсь ещё раз, обозначу один важный, на мой взгляд, момент. Я считаю, что и в колледжах, и в вузах начинать работу по инструментовке, оркестровке следует всё-таки не в партитуре, а в разметке. Отксерокопировать клавир сочинения и подписывать там и дополнительные голоса, то есть удвоения, если они встречаются. Убирать дублированные в клавире ноты, если у нас состав не позволяет их воспроизводить и так далее. То есть вся первоначальная работа у меня в классе, по крайней мере, проводится на уровне разметки. После того, как разметка утверждена педагогам, после того, как она обговорена со студентом, после этого только начинается работа в партитурии. И в идеале в партитуре работа тоже начинается сначала не насквозь, а инструментовка наиболее сложных моментов. Ибо самые простые моменты, они как раз делаются элементарнейшим образом. Что касается самостоятельной работы студента, то я бы посоветовал, наверное, делать как раз наоборот. Начинать с тех фрагментов, в которых студент абсолютно на 100% уверен, как их синструментовать. После того, как так будет соинструментована большая часть сочинения, студент получает своего рода психологический залог комфорта, того, что пьеса уже почти доделана, и оставшиеся сложные места он выполняет с большей уверенностью. Но это если речь идет о самостоятельной работе студента. В классе, когда это все происходит под контролем педагога, желательно начинать напротив самых сложных моментов, которые можно обсудить с педагогом, посоветоваться, уточнить те или иные детали возможной переработки этой фактуры на фактуру ансамблевую или оркестровую. Продолжение следует...